приветствую всех на волсты онлайн это запись видео начнем с по традиции с экономического календаря и так на следующей неделе нас ждут такие события понедельник 15 февраля будет очень насыщен праздниками единственный отчет который будет это ввп за четвертый квартал по японии подчеркну что гонконг отмечает праздник нового года в китае будет праздник весны во вторник но ему продлится в среду сша президентский день весь день будет понедельник 15 февраля учтите это вторник индекс экономических настроений z и w и планируется по прогнозам аналитиков что он будет чуть хуже на значение чем предыдущий показатель а это говорит о том что ситуация еще не позитивно для роста экономики также будет протокол заседания по кредитной денежной политики австралии 17 февраля это же среда праздник весны в китае и заявление о монетарной политики евроцентробанка пока еще не с решением просто наставок а именно как бы отчет то же самое будет публикация протоколов фонд федрезерва 22 00 тоже среду 17 февраля так по четвергу у нас будут основном важные отчеты по сша это запасы нефти и число выданных разрешения на строительство также число первичных заявок на получение пособий по безработице ну тут в общем то без единственное только нефть можно отличить такой крайне важный пятница 11 февраля в основном будут отчеты индексов деловой активности производственном секторе канада британия германия и сша в общем ключевая четверочка на этой неделе а именно даже вот сегодня был отчет по процентной ставки cbrf оставили на том же уровне как и все центробанки до этого они в принципе обычно все меняют поставку гуськом друг за другом все внимание пока пандемии еще приковано таких прям сильных изменений по повестке бизнес или мест повестки нету ну еще наверное bitcoin там почти 50000 уже дошли до уровня это вот из таких обсуждаемых событий за уйдет завершению отчет период отчетности компании сша и так в целом если посмотреть на все отчеты ну прям зарабатывают и зарабатывают таких прям что сильно очень неплохо читались крайне мало снова либо на том же уровне доход либо даже лучше то есть такие которые прям сильно просили по доходности наверно только тут тут туркомпании и авиаперелета и так продолжим начнем мы с нефти для тех кто прошлом обзоре не увидел по рублю отчет его не было но сразу предупреждаю в этом отчете обзоре будет взгляд на ситуацию по рублю и так мартовский контракт давайте его без клики посмотрим сейчас подгрузим данные уходит в небытие заканчивается мартовский сейчас стакан кучу и вот такая ситуация у нас сейчас по уровням значит основная масса сделок было вроде 52 52 75 потом будут промежуточные загрузки в районе 56 и вас вот основной объем сейчас сосредоточен возле пятьдесят восьмой пятьдесят восьмой с половиной петровочка сейчас идет как видите на обновление до отметки 60 и это мощность посмотрим на следующем контракте как там у нас обстоят дела по агрессором насколько подтверждается объемом с балансом данный рост и так пятьдесят девять с половиной 56 вернее центов на новом контракте принципе до вчерашнего дня был прирост позиций открывая сделочки и посмотрим кто именно там и так были но это еще могут быть непосредственно со старого контракта те которые покупали вот здесь уже перед ростом немножко зафиксировали открытым интересу здесь такие прям сильных просадок не и нет поэтому может быть даже и открыли шорты и это сейчас идет как раз вот снижение открытого интереса вместе с дельтой на покупку соответственно немножко как бы объясню что это означает я немножко на шортили дефитрейдеры открыли шорты исходя из агрессора и сегодня открытый интерес просел немного с 355 до ну очень немного совсем к полечку но дельта на покупку идет вчера было под 1000 контракта сегодня 166 на мартовском часу смотрим она рабочий будет по они отца уже больше по ликвидность еще сравним где больше объема и тогда 200 216 1 близком 48 на еще не перешли полностью но в целом по крайней мере вы видите какая тут активность смотрите здесь получается у нас дельта практически нулевая при всех раскладах и стоят на потолке распределение по дисбалансам тут достаточно хаотичная не структурная и это как раз и подчеркивает то что такие прям основные вбросы центральные ключевые которые в преском контракте будут иметь вес несколько все будут размещены на следующей неделе то есть на этой неделе по большей степени вот эти все остаточные процессы с мартовского контракта значит метка 60 могут просто потрогать и вернуться обратно такой сценарий не исключается исходя из плотности шортов 58 и 258 45 поставьте себе на всякий случай в этот коридор и монитор все как быстро сюда вернется цена по поддержкам трудно выделить такой мощный какой-нибудь диапазон который сильно сильно защищали тут покатить 58 75 58 и 7 за счет вот этих байеров которые на максимуме брали то есть именно за счет этих ребят хоть это дельта осталось а так целом тут не так много на 1 вопрос был небольшой есть вот еще все 9 кто-то покупал но как видите это не плотная не агрессивная атака то есть так вкратчиво очень аккуратненько размещаются байера то есть тут и подойти общее тоже видно лепились пока еще меньше чем на старом контракте но там пока выходит поэтому нефти 60 я бы не сказал что здесь прям очень сильно приложились поэтому очень похоже то что это ложная реакция вот возможно и куда новость понятия пропустил не заметил тогда многое бы объяснял а так в целом если новостейки планы нефти нет то соответственно от завершения но уже середина февраля как бы основной спрос на нефти ресурсы немножко позади как бы тут грядет период снижения резкого спроса на газ нефти соответственно вполне могут еще пока вот мульти полетим на 60 протестить вот такая ситуация по силе дальше мы двигаемся посмотрим евро на еврей на фичерском контракте пару евро-долларов достаточно интересная ситуация ядра час так принципе осталось на том же диапазоне это 2130 по 2190 вернее 20 30 2140 конечно 219 2140 и отметим вот так вот на данный момент причем как видите вернулись в этот диапазон после такого последнего рывка до 1 2 1 90 и также посмотрите что тут все шорты которые открывали до 20 7 0 1 уже по сути ребята эти вышли вот этот маневр был прощальный то есть вот они вернули открытый интерес на тот же уровень с которого и начали соответственно весь пипу который тут шортил вот здесь вышел что в принципе четко показывает дельта все шорты естественно фиксируются обратной транзакции и вот она агрессивная дельта на бай то есть это не затарились на покупку а непосредственно вышли а вот вот этот рост который идет как бы как последствия четыре дня выходили прямо безбожно вот много бай маркетов трейдаутов и в общем активности на боях и здесь получается рост сам по себе вот был день вообще 4000 нашел было потом идет не убедительная дельта на покупку ну то есть здесь как будет и полторушка на самом пике этого роста и дальше тоже идет в абсолютно не агрессивная невнятная дельта на не на стороне байера не на стороне соляра то есть сказать что здесь прям сильно тарится на покупку это было бы ложь но в любом случае наши доводы размышления и проецирование сценариев это одно дело есть уровни которые должны быть проверены протестированы это фиксация поэтому больших надежд на 205 203 уровень я не рекомендую в особо возлагать 21 если будут удерживать но тут как бы нечего удерживать собственно объем посмотреть какой если меняют тенденцию ами тенденция как мы уже убедились на юрике закончилась к приходу к отметке 1 и 2 то вот эта тенденция не особо подтверждается по ликвидности какого-то притока кэша в этот процесс не задействовано поэтому скорее всего это просто еще такой коррекционный момент после снижения и дальше пока судьба либо дальше на юг будут идти и сползать но тарится кто-то перед экспирацией собой не должен тут еще месяц правда но получается раз неделя 2 и вот уже март 3 4 4 недели до экспирации сильно вкидывать вряд ли я думаю что сейчас внимание все приковано больше к криптовалюзе но в любом случае обратите внимание что здесь 215 217 блокпост на сопротивление это точно стоит взять как раз внутри ядра контракта вот и еще такой момент 211 200 210 211 тоже мощные шерсти были потом идут три двоечки это все сопротивление по поддержкам я сказал 121 с копейками 208 это вот непосредственно начало фиксации потом возврат вот это единственное такое более-менее уровень который может быть еще проявить себя на следующей неделе это 200 ну 200 210 по 208 здесь они повторно на этом же уровне накидывают на покупку но здесь также фигурируют еще вот эти вот поддержки то есть уровень себя показал два раза уже вот и собственно здесь должен пойти объем если объема не будет на рост то есть прирост ликвидности обязательно если вы присматривались к покупке то дождитесь объема если его не будет то сигнала нет стоит повременить лучше обратить внимание на какую-то другую вальту но не на евро поэтому основную тенденцию мы уже оставили кто заработал на этом шорте поздравляю сейчас как бы целенаправленно средний срок прицеливаться по корону а то на следующей неделе я думаю если придет объем тогда уже можно будет размещать позиция так пока спешить не стоит рубль на рубля ситуация вот такая причем очень веселая в плане тип раз торговки и так наш контракт я где-то уже так видел очень огромное количество раз атакует 73 74 уровень и в любой подход к этому диапазону сразу же встречают с распростертыми покупками значит рост открытого интереса завершился на 28 число как-то слишком похоже да на 27 число закончился еврик на то 28 числом здесь получается на этой неделе было три дня открытия позиций вот это вот что стоит обратить внимание на прошлой неделе значит получается 5 8 но здесь еще шерсты были и идет открытие позиции вот не пиковая то есть пиковое значение было там 333 наоборот сказать интерес вот то есть вот три дня это вот эти 10 11 12 следующий пятница вот по ликвидности только 12 число более-менее похоже на деятельность крупных участников то есть вот текущий момент сейчас торгуется еще стаканчик но здесь такой бар мы уже встречали и очень очень опасно после таких баров как раз и при но происходит движение рост рубля то есть вот похожая же точно такая же расстановка агрессоров сил я сейчас выделю вы сами уже решаете насколько не идентичные вот у нас то же самое как бы две третьих все на кубках здесь даже скромнее была эта ситуация здесь прям ну совсем не стесняются совсем это ближе к холая имеется шерсты но тут немножко агрессивнее себя ведет этот паттерн такой же сетап мы видели здесь начале контракта перед стартом на покупку у нас тоже две третьих все на покупках и потом ушел целый день волатильно набор то есть прям с 74 500 до 76 и потом только аж на 77 почти остановились не дотянули чуть вот поэтому будьте осторожны ну это то что замечено там уже ноут сползают вот раз два три четыре как бы так постепенно обычно это дни к шортам а как раз наоборот покупкам то есть так рынок не падает они в принципе вышли уже все кто открывали позиции еще раз покажу вот у нас самая нижняя точка была уже не по второе число 2 2 вышли потом был период открывали вы шорты это с 2 по 3 по 8 число вот у нас тут был прирост позиции и вот с этого дня не начали фиксировать тонн четверг вторник среда четверг пятница и получается открытие позиции по дисбалансом здесь получается вот такой расклад сейчас мы шорты открывали это непосредственно были вот эти сессии потом была фиксация небольшая я думаю что она пришлась как раз на 9 вернее на 10 и вот род продолжается рост к этого интереса но прошу заметить что здесь вот четверг тоже был как бы на шортах и сейчас процентном соотношении посмотрим единственное что цена вернулась ниже 74 и это прям больше похоже на такой прощальный хвост перед снижением дальше на юг такие моменты очень часто бывают на рынках перед сильным важным движением они просто как бы предсказуемо сбрасывать толпу как со своих целей и потом уже идут дальше на шорт но тут дельта на бай причем так мощно 234 тонны на рубле давайте заглянем к томику посмотрим тут просто что вот меня настораживает это достаточно так ну методичная набор шортов на лоях дня это ну как бы целенаправленная поиск встречных ордеров на лоях как бы байеров легко встретить вот здесь они практически все 5 дней шорты вот тут не у него не успокаивается и цена после сброса стопорей вернулась опять же в агрессивный коридор шортов которые вот два дня здесь и присутствуют то есть селлеры вернули цену на место там где их продажи и висят это все дельта может быть как раз именно сброс продавцов лишних и соответственно если цена на следующей неделе так семьдесят четыре триста семьдесят четыре пятьсот как-то агрессивно не будет возвращать ценник сюда соответственно есть шансы что вот предположение что это на самом деле раскачка перед дальнейшим снижением вполне может быть пробить и 73 400 посмотрим но по объемам как видите из всех последних мощностей вот по ликвидности 49 почти 5 миллионов тут было будет рекордсмен только 5 100 хотя нет 5 200 до вот 5 200 но тут сразу пошли два залпа пушечных на 75 и на 76 здесь как бы чуть чуть меньше но дельта здесь идентична на покупку давайте посмотрим томик там все будет понятно потомику сильно мощных скачков по ликвидности вот как раньше было перед ростом ну 32 как раз 35 то есть пол потенциально если понедельник будет 4 за 4 это вот будет похоже раз торговка тоже самое 36 следующий день 55 5 миллионов пород 36 вот перед стартом и потом сразу же 5 или 4 с половиной вот гипер агрессивного прям прихода в ликвидности нет хотя бы сегодня под ажиотаж процентных ставок ажиотаж вполне мог себя и ликвид не показать ну как видите видимо уже понятно было что не изменит процентную ставку поэтому сильно не решили на это как-то влиять так дельта у нас сохранялась до 11 числа тут были покупки все как положено и потом пошла до 12 4 по 10 сейчас шорты и сегодня 70 тонн уже на стороне байера не сильно опасно но эпоха шортов пока прекратилось вот на этом на же а также процентных ставок вполне может быть поэтому если и здесь тут принципе ценник вернулся на 737 73 55 то есть если он тут закрепиться и в понеделек особо не будет как-то себя дискомфортно чувствовать это цена то вполне можем все-таки сколько раз уже 73 тестили могут все-таки попробовать сквозануть ниже там посмотрим ну как видите такая продолжительная дельта со стороны продавцов и так часто попадается на золоте затишье здесь принципе пока не замечено какая-то супер активности крупной рыбешки то здесь достигли по позициям до 400 и 5 410 и все как бы здесь не вливаний и и не фиксации не обнаружено продолжают пока в 88 2 0 800 штудировать туда обратно здесь посередке как раз 8 на 40 ядро сформировалась и значимых уровней это уже 1810 закрепился 18 18 вот пока ценник еще более менее находится выше этого диапазона можно поработать с этим уровнем по дельте было 7 числа по 11 в основном шерты причем открывали позиции больше всего 10 9 этого это вот эти две сессии где были открыты ну там немножко приток шертов был и соответственно пошла фиксация шертов по вот это их от массивности здесь тоже была фиксация покупки на падающем открытом интересе поэтому этот как бы сильно надеяться на эту поддержку вот здесь 2 200 я бы не стал потому что ну опасная ситуация вот в этот маневр 3 800 потом 5 700 так она и набралась 2 200 такой прям точечный уровень и 17 89 9 против 10 десятка на перед перевес пошла и пока ценник выше 18 18 еще и шансы что все-таки удержит сейчас открытый интерес точно такой же как вчера в принципе как и начале недели и ты open close очень близок к закрытию за селлерами но в целом пока вот пол коридора с байра удержали уровень еще себя не изжил но 18 10 18 18 и по сопротивлению 18 31 это вот ближайший соперник 18 40 вот тот уровень который сейчас пятница и не может преодолеть тут накануне получается четыре сессии формировали площадочку а здесь всего лишь три или даже две с половиной поэтому расстановка силы примерно такая тут как бы опереться не на что единственное что 1800 возможно тоже опять десятку кинут на поддержку и что восстановить снижению ликвидность идет на уровне одинаково это рабочий режим торговые соответственно каких-то резких бросов байеров или солеров не видно поэтому лучше подождать пока еще не стоит не выходить если у вас прибыльная позиция открыта и не фиксироваться пока не появятся сигналы на опасную там против вас динамику ну в общем до следующей недели на подождать так биток биток почти полтос буквально вроде совсем недавно был обзор там я подчеркнул что выше 18 тонн ушли тут уже и полтос вот так вот ребята здесь у нас получается лишь мы посмотрим новый контракт чистом виде и вот у нас новый контракт февральский сейчас посмотрим по оборотам неделя кстати было достаточно обороте стоит тут 799 в среднем около девяти тысяч контрактов оборот за день на лидер по волатильности 8 число наш к вам открыт интерес на этой неделе практически не замечен то есть вот 8 число был пик 7600 потом пошла фиксация вот здесь само собой после такого прибыльного маневра 40 тысяч на 47 я бы тоже там зафиксировал здесь тоже пошла фиксация и немножко открыли позиции сейчас скажу насколько немного 727 500 ну де-факту от купили то чтобы зафиксировали вполне может быть сейчас посмотрим по дельте дельта из 5 дней у нас получается даже было два неплохих на покупку с учетом четверга с прибыла с приходом с притоком открытых позиций тут переходными возможно фиксируется потому что сброс позиции небольшой торговый день так и не ушел за границы предыдущей сессии видимо вышли частично так ну в общем два дня неплохих с покупкой потом уже мы разобрали что это фиксация была в среду в основном дельта минус 290 и такая дрифовая неделька это в порядке вещей особенно новая цена достаточно высокая цена на крипту и даже при этом раскладе байеры пока достойно встречают атаку ликвидности продавцов особенно те кто купили и фиксируются здесь наплыв идет шортовый за этого байеры как бы удерживаю цену хотя бы там все 45 49 они коридор закрыли закрепили практически ну посмотрим как на следующей неделе будет разбор полетов и также прошу заметить вот этот массив объемный это 45 по 43 skype юшками сейчас скажу точно как поддержка точно стоит взять по крайней мере пока всю неделю они его не трогали натурой ну тестили но не пустили ниже это 44 7 по 43 400 саппорт чистой воды как бы поддержка прям вот видно даже летим и протестили в среду и все как бы больше не лезет на как видите по сопротивлению каких-то прям сногсшибательных уровней на продажу ближе к потолку недели не замечено там где нигде какие-то простреливают по мелочи но так чтобы группой ну вот 47 700 по 47 400 это вот эти вот ребятки которые ну присмотрели коридорчик ценник пока выше болтается поэтому такой сильной из локации на сопротивление незамеченным вот набросали покупок и вот так вот это все дело затестировали защитили и потом сразу набросились повторно ну в общем крипто такая сказочная спекулятивная единица ну и на последних сепи с на пи 500 значит мартовский контракт потолка все уже как бы обсудили что тяжело толкать выше да и принципе не у каждого не каждый смелится сейчас покупать более за четыре недели до экспирации вот что замечено значит смотрите по открытым интересам было еще открытие позиции вот с 5 по 8 число вот здесь они завершили как бы открытие сделок и вот сейчас мы дрейфуем как раз на таком же самом процессе то есть по сути как бы какой-то тайной или секретной в секретного вброса позиций открытие незамеченных каких-то супер покупок не видно ну и фиксация массовая если бы пошла то в принципе мы бы это очень хорошо заметили но этого пока нет то есть заметьте вот два с половиной два с половиной семь до с половиной 7 всю неделю дрейфую туда-обратно буквально волатильность в среду и все остальное примерно таком же волатильном коридоре так и осталось ценник тоже остается у ядра недели ядро недели я отметил почему-то красным светом не знаю но вот по сопротивлению что стоит отметить это площадка 39 20 39 12 или 15 вот и сапортиус тут как бы трудно отметить ну такие прям это был у нас попробуем так зафиксировать ну да это вот восьмое число так и остался этот уровень вот три раза тестили то что три стиле три раза и вот этот уровень еще бы отметил 38 82 то есть 38 93 94 и 81 82 по поддержкам которые вот более-менее еще могу себя показать по этим уровнем тут как бы особо хорошие ликвидности прям с большим креном этого 39 17 до 39 17 здесь 18 повторно даже сегодня набросили 300 а так даже пути с балансом дня не видите не идут достаточно такие лайтовые сильного крена особо нет с вами был мир шлемок всего хорошего прибыли на следующей неделе буду рад видеть на следующем обзоре в пятницу до свидания пока